Если Армения будет препятствовать заключению окончательного мира, в том числе нелепыми требованиями о предоставлении некоего статуса Карабаху, она заведет в тупик себя саму. Нет договора, нет демаркации границ, значит и территории, занимаемые современной Арменией формально не определены как территории Республики Армения. Об этом сказала в беседе с Дэйас, доктор политических наук, государственный советник РФ Татьяна Полоскова. Учитывая, что к приезду Арарата Мирзаяна в Москву были выписаны представители армянских СМИ из российских регионов, приехали бизнесмены и общественные деятели из армянской диаспоры, официальный Ереван ждал более серьезного выхлопа от результатов этого вояжа. Некоторые российские депутаты, известные своей антиазербайджанской риторикой, даже писали о России, якобы встревоженной отсутствием должной поддержки Армении. На самом деле, никакого общественного резонанса этот визит в самой Россию у основной массы общества не вызвал. И особой встревоженности не продемонстрировал. Эксперты по региону отметили агрессивность риторики Мирзаяна. Как и то, что основные тезисы его выступлений были явно рассчитаны не на Москву, а на Ереван. Содержали реваншистские тезисы, вместо конструктивных предложений со стороны Мирзаяна превалировал самопиар. Вот да я какой непримиримый. Однако, ястребиная политика в период реализации мирных соглашений опасна и ведет к дальнейшей эскалации конфликта. Да и способен ли с такой идеологической «начинкой» Мирзаян вообще быть конструктивным переговорщиком? Полагаю, что и по образованию и по жизненному опыту Мирзаян далек от дипломата. Несмотря на конкретные определения, данные министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, задержанным в Азербайджане армянским военным, думаю, Ереван будет продолжать поднимать этот вопрос. И не только перед Москвой. Другое дело, будут ли эти действия результативны. Лавров в своем выступлении на пресс-конференции по итогам визита Мирзаяна отметил, что «окончательное решение зависит не от нас». Будировать этот вопрос перед западными странами означает создавать для них прецедент потворствования террористам. Как известно, в международной практике принято даже в переговоры с террористами не вступать, не то что требовать от суверенной страны их освобождения. И мне кажется, что Мирзаян явно преувеличивает степень влияния России на принятие решений со стороны Баку. Несмотря на хорошие рабочие отношения наших президентов, на тесное сотрудничество наших стран, Азербайджан – суверенное государство. Причем, не декларативно, а реально суверенное, победившее в войне за свои исконные территории. Прислушиваясь к мнению официальной Москвы, Баку будет принимать решение самостоятельно. Что касается попыток Армении вернуть на повестку Минскую группу, то она уже давно показала свою полную бесполезность и политическую импотенцию. Извините за резкое высказывание, этот переговорный формат давно мертв. А после Второй Карабахской войны даже его реинкарнация совершенно бесполезна. И Мирзаян это понимает, задача его и тех, кто за ним стоит, максимально затянуть время, чтобы за создавшийся временной люфт модернизировать армию и попытаться, нарушив мирные договоренности, развязать войну. Главное, что должна сделать сегодня Армения, это подписать мирный договор с Азербайджаном. Если она будет препятствовать заключению окончательного мира, в том числе и нелепыми требованиями о предоставлении некоего статуса незаконно оккупированным ею 30 лет назад территориям, она заведет в тупик себя саму. Нет договора, нет демаркации границ, значит и территории, занимаемые современной Арменией, ранее ей не принадлежавшие, формально не определены как территории Армении. Цепляясь за тему статуса, Армения может в перспективе потерять государственность.